Сегодня я расскажу вам, как вы можете раскрыть свою безграничную мотивацию, чтобы добиваться невероятных результатов в любом деле. Большинство людей, когда необходимо выполнить какую-то работу, предпочитают отложить ее на потом, максимально тянут время и делают все возможное, чтобы как можно дольше не приступать к этой работе. Подумай, ты каким-либо образом относишься к таким людям? Может быть, прямо сейчас есть что-то по-настоящему важное, что тебе нужно сделать или чему тебе нужно научиться, но ты раз за разом откладываешь эти вещи в сторону. За годы своей работы я выявил очень важное правило, что нужно приучать себя делать сложные вещи. Что я подразумеваю под этим? Не составляет особого труда отложить что-то на потом. Очень легко не делать того, что кажется трудным, пусть это будет обычный телефонный звонок, который тебе нужно сделать, или же исследовательская работа, которую нужно выполнить. Джим Рон однажды сказал, вы будете публично вознаграждены за то, что практикуете в частном порядке. Но чтобы войти в это состояние, тебе необходима мотивация, а чтобы выработать у себя безграничную мотивацию, тебе нужно тренировать себя. Чтобы достигать результатов, нужно иметь не только умственный интеллект, но также умственную подготовленность. И основополагающая часть этого процесса заключается в том, чтобы научить себя смотреть на трудную задачу с воодушевлением. Тебе нужно представлять конечную цель и выигрыш, который ты получишь в конце, потому что на основании своего опыта я могу сказать, что если ты постоянно будешь идти по легкому пути, тебе не удастся набраться сил, чтобы поддерживать свою ментальную форму. Что тебе необходимо сделать, так это перепрограммировать свой мозг так, чтобы в любой сложной задаче ты видел не что иное, как возможности, благодаря которым ты сможешь получить новые знания, освоить новые навыки, бросить вызов и стать более лучшей версией себя. Потому что любые вызовы ведут к переменам. Поэтому одна из составляющих для развития безграничной мотивации заключается в том, чтобы тренировать себя на умственном и эмоциональном уровне, чтобы видеть возможности и браться за сложные задачи, которые смогут вывести тебя на совершенно иной уровень. Потому что выполнение именно таких трудных задач будет наделять тебя тем необходимым ресурсом, который будет играть ключевую роль в достижении твоего успеха. И в следующий раз, когда перед тобой будут возникать какие-то трудности, у тебя уже будет необходимая умственная подготовленность, которая поможет тебе справиться с любыми задачами. Уже не раз доказано, что если делать все самое простое, то жизнь от этого становится только труднее. Если ты постоянно откладываешь дела на потом, если ты проводишь все свое время за самыми простыми вещами, как, например, просмотр телевизора, то в долгосрочной перспективе твоя жизнь станет очень тяжелой. Но в то же самое время, если ты приучишь себя делать трудные вещи, то твоя жизнь станет намного проще. Именно в этом и заключается основная работа, которая поможет тебе выработать безграничную мотивацию. И сейчас я поделюсь с тобой одной важной формулой. Мотивация равна целеустремленности, умноженной на маленькие шаги, умноженные на энергию. Что это значит? Это значит, что для приобретения безграничной мотивации у тебя должно быть четкое видение твоей конечной цели. Помни о том, что конкретные причины приносят конкретный результат. Это настоящая формула успеха, которая идет от твоего разума к твоему сердцу, а потом проявляется в твоих конкретных действиях. Ты можешь визуализировать свои цели, свои самые сокровенные желания и мечты у себя в голове. Но если твои совершаемые действия не будут искренними, то ты попросту начнешь прокрастинировать или заниматься самосаботажем. А чтобы этого избежать, необходимо связующее звено между разумом и твоими действиями. И именно этим звеном является твое сердце. Твое сердце — это и есть те самые чувства и эмоции, про которые я упомянул ранее, и которые тебе необходимо тренировать. Поэтому главная цель этой работы — это повысить свою чувствительность и полностью погрузиться в эмоции, которые связаны с каким-либо делом, которое тебе необходимо выполнить. И как именно это можно сделать? Как мотивировать себя на те вещи, которые вначале кажутся трудными? Например, как мотивировать себя на то, чтобы каждый день уделять время на чтение книг? И опять же, формула очень простая — маленькие шаги умножаются на энергию. Но все начинается с того, что у тебя есть четкая цель. И именно здесь мы говорим об эмоциональном интеллекте. Для начала тебе нужно задаться вопросом «А что я от этого выиграю? Какие преимущества, удовольствия и награды я за это получу? Как я буду чувствовать себя в дальнейшем? Как это повлияет на мою работу, на мою учебу, на отношения, на мое благополучие? Каково это — обладать этими безграничными способностями, этим ощущением бесконечных возможностей и нескончаемой энергии? И после этого постарайся увидеть не только ту пользу, которую ты получишь, но и последствия того, если ты этого не сделаешь. Не только позитив от получения награды, но и ту боль, которую причиняет бездействие. Каковы потенциальные последствия или боль, которую ты почувствуешь, если не доведешь свое дело до конца? Каким человеком ты становишься, когда бросаешь свое дело на полпути? Одна из моих любимых книг — это книга Стивена Кови «Семь навыков высокоэффективных людей». И один из навыков заключается в том, чтобы начинать с мыслью о конце. Например, ты возвращаешься домой, и у тебя спрашивают, «Как прошел твой день?» И ты незамедлительно отвечаешь, «Сегодня был самый замечательный день в моей жизни». Что такого должно было произойти, чтобы твой день стал таким замечательным? Постарайся четко сформулировать конкретную цель, потому что, имея причины, ты получаешь результат. И теперь подумай, в чем заключается твоя цель? Каковы причины того, чтобы ты начал что-то делать? Это не обязательно должна быть какая-то глобальная цель. Но приучи себя задаваться вопросом, почему это важно? Что для меня важнее всего, и почему мне нужно это сделать? И еще один важный совет — выработай привычку делать все самое трудное. Потому что по мере того, как ты приучаешь себя делать трудные вещи, твоя жизнь становится легче, потому что ты становишься намного сильнее. Субтитры создавал DimaTorzok